Galaxy M21. Я еще даже не успел дать M31, а тут уже, оказывается, приехал новенький младшенький брат. Что изменилось и изменилось ли? Давайте во всем разбираться. По факту, M21 очень мало чем отличается от M31, но отличия все же есть. По большей части это упрощение, конечно, но местами они логичны и я за них благодарен. Я даже не буду задаваться вопросом, а зачем он нужен, ведь в этом ценовом сегменте идет очень сильная борьба и даже шаг в 500 гривен делает свое дело. А еще на старте обещают промо-цену, которую пока называть нельзя, так что чекайте ссылку в описании. Если взять и положить рядом два этих смартфона, то вряд ли кто-то вообще заметит разницу, ведь их габариты и вес практически идентичны, разве что M21 на 0,2 мм ниже ростом и на 3 грамма легче. Вот вдруг вам казалось, что 31 слишком тяжелый, пожалуйста, вот вам пушинка в мире автономных смартфонов. Ну а если без шуток, то идентичны и ширина и толщина смартфонов. Спереди все так же Gorilla Glass 3, по бокам и сзади все так же пластик, который не пытается быть похожим на стекло. За это огромное спасибо. Но если бы он еще и матовый был, а если бы еще и металлический, мечты-мечты. Ну и физический сканер пчетков пальцев тоже все там же, сзади. Про дисплей скажу следующее, он хорош. Нет, серьезно, я всегда любил самсунговские дисплеи и считаю, что для смартфона такого ценового сегмента это прекрасное решение. Full HD+, разрешение, Super AMOLED 6,4 дюйма, два режима работы дисплея, есть и ночной режим для снижения усталости глаз при чтении. Я думаю, что мне не нужно повторяться в сотый раз о том, что этот насыщенный, яркий, контрастный дисплей, на котором абсолютно все становится приятнее и лучше. Хотя бы в телефоне. С железом ситуация тоже практически ровно такая же. Exynos 9611, восьмиядерный, с четырьмя ядрами Cortex-A73 и четырьмя Cortex-A53. Графическая подсистема представлена видеоускорителем Mali-G72 MP3. Но оперативной памяти стало поменьше 4 гигабайта, при 64 гигабайтах встроенной UFS 2.1 памяти. Стало ли от этого больнее? Ну, не особо. Но зато стало дешевле. Если не гнаться за ААА играми, то этой разницы и нет практически. По крайней мере, из того, что я вижу. В играх особой разницы тоже нет, но вот таки, если не ожидать чего-то сверхъестественного. А в этом ценовом сегменте никто этого и не ищет, так как если нужен смартфон для поиграть, это рангом немного повыше. И в то же время, на стандартных настройках графики играть можно во всём. А вот самые существенные изменения коснулись следующего пункта. Камеры. И если честно, тут я и вовсе и капельки не расстроился. Камеры следующие. Основной модуль 48 мегапикселей с диафрагмой 2.0, сверхширик 8 мегапикселей с диафрагмой 2.2 и 5-мегапиксельная камера для замера глубины. То есть, получается, что отличие в том, что основной модуль стал немного меньше, и набор камер похудел на и так никому не интересную макрокамеру, которая была в M31. Честно, если убрали ещё и камеру для глубины, я тоже не обиделся, вот серьёзно. Но не гожи, не гожи. В видео смартфон умеет снимать вплоть до 4К, но всё в 30 кадрах, 60 нет. Зато есть электронная стабилизация картинки. Спасибо. Ну, а видео смартфон записывает вот таким вот образом. Качество картинки вы можете оценить сами. Ну, и то, как звук на расстоянии в полтора метра, на безопасном расстоянии, тоже можно будет сейчас оценить. Селфи-камера. 20 мегапикселей с диафрагмой 2.0 снимает максимум Full HD. 4К здесь не подвезли, а жаль. Что могу сказать по качестве съёмки фото и видео? Оно самсунговское. Ну, серьёзно, я настолько уже узнаю эту программную обработку, что могу среди десятков других фото угадать именно те, что сделаны на Samsung. Резкие, контрастные, очень яркие и насыщенные. Что ещё для счастья нужно? Но самое главное в М-серии что? Верно, батарея. И тут ничего не меняли, и огромное спасибо за это. 6000 мАч это очень много. Очень много. Часов 14-15 кино беспредельной работы будет обеспечено. Быстрая 15-ваттная зарядка тоже имеется. Что ещё? Wi-Fi 5, Bluetooth тоже 5, всё так же Samsung игнорирует кодеки APTX. FM-радио есть, как и выход под наушники. Ну и всё то, что нужно для навигации, тоже есть в наличии. Итак, что же за зверь-то такой этот М21? Это смартфон, который смело можно советовать всем, кто ищет рабочую лошадку, кто не желает заряжать по несколько раз на день свой девайс. У него прекрасный дисплей, достаточная для ежедневных задач производительность и невероятно огромная батарея, что является его киллер-фичей. Ну а отличия от М31 не так много, но при этом они влияют на стоимость, которую снова-таки можно проверить по ссылке в описании. Ну а что вы думаете по поводу этого смартфона и как считаете, есть ли смысл выбирать М31 или М21? Пишите обязательно в комментариях. Я, как всегда, с огромной радостью вас там жду и жду ваши самые лучшие, самые сладкие и самые любимые вот эти буквы, которые вы пишете. И если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, шерьте в социальных сетях, рассказывайте всем. А с вами, как всегда, был Агностик, который вас обнял, приподнял и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok